Теремок ТВ Мишки, мишки, мишки Привет, умник! Тоже Кеши? Да вот, лопата сломалась А у меня скейт треснул Думаю, Кеши справится Конечно, справится! А что там у вас? Ерунда! Одна капля моего суперклея И они будут как новые Держите, не надо благодарностей Вообще-то я первый пришел А я первый взял Ну и что ты наделал? Ой, это случайно вышло Так, без паники Вам поможет мой суперрастворитель Правда, такого еще не существует Но к вечеру я его изобрету А пока придется потерпеть Спорю, что влево пробьет По-моему, вправо Заходите скорее, пока пироги не остыли Ну же, давай Меня течением уносят Сейчас. Мне надо собраться. Нет, делать что-то вместе невозможно. И как же тогда быть? А вот как. Бросим жеребий. Кто вытянет длинную соломинку, тот и решит, что нам делать до вечера. Это разумно. Ой, ладно. Тебе решать. Тогда, конечно, раскопки. Ого, откуда такая техника? Кеша построил. Неужели тебе интересно собирать этот хлам? Хлам? Да это же рукоятка от меча самурая. Чего? Точно говорю. А вот ключ от древнего замка. Есть даже кость динозавра. Правда? Настоящего? Конечно. На раскопках можно и не такое найти. Я и не знал, что копаться в земле это так интересно. Ох, еще бы. Ну, на сегодня хватит. Пора домой. Ой, похоже, кнопку заела. Как же мы попадем наверх? Хм. А как насчет скейта? Залезай! Я? Но я никогда не катался на скейте. Это же так страшно. Это было просто потрясающе. Как и раскопки. Ох, никак не мог вас найти. Растворитель готов. Подставляйте руки. Теперь вы свободны. Можете делать, что хотите. Может, покажешь мне свой музей? А ты научишь меня кататься на скейте. По рукам. Идеальные друзья. Кеша, привет. Идем собирать ягоды. Лисичка, какие ягоды? Я тут такую штуковину собрал. Вот. Она читает мысли звезд. Послушай. Не слышу я ничего. Это просто какой-то шум. Шум? Это мысли звезд. Ладно. Иди свои ягоды собирай. Кеш, привет. Я на рыбалку. Айда со мной. Да подожди ты со своей рыбой. Я тут мысли звезд ловлю. Вот. Послушай. Не слышу я никаких мыслей. Просто шум. Как в морской раковине. Эх. Темный же ты медведь, тучка. Иди на свою рыбалку. Ладно. Я на речке. Приходи, если что. Давай, давай. Рыбалок. Отстань, цыпа. Не хочу я играть. Эх. Ну почему же мои друзья такие? Вот бы попасть в такой мир, где друзья бы меня понимали. А это идея. Вот. Так. Вот. Еще. О. Все. Готово. Можно запускать. Неужели не сработало? Пеша, привет. Я тут немного доделала твой аппарат. Не хочешь посмотреть? Ты доделала мой аппарат? Фу ты, девчонки. Ты доделала мое изобретение вот этим цветочком. Не совсем. Я приделала сюда механизм, который улавливает настроение звезд и переводит его в музыку. Ну а танцующий цветок – это так, ради шутки. О. Настроение звезд? В музыку? Ну да. У меня в планах запустить обратную связь, чтобы мысли цветов превращались в танец звезд. Поможешь с расчетами? Я? А? Конечно. Осталось совсем немного. Нужен расчет механизма, соединяющего текст мысли с музыкой. Лисичка, может поедим чего? У тебя не осталось вчерашних пирогов с малиной. Каких еще пирогов? В жизни ничего не готовила. Держи, это витамины. Горькие, но зато полезны для мозга. Как же нам запустить обратную связь? Так, знаешь, Лисичка, я пойду, посмотрю, как там, что я мигом. Одна нога там и это, другая тоже здесь. Это так, так и так. Тучка, привет, ты на рыбалку? Я с тобой. Рыбалка? Нет, друг мой, ты принял за удочку мой новый трансмутатор. Новый транс? Что? С этим устройством я могу принимать любой вид. Вот, например. Опа. Теперь я Кеша. Ой, Тучка, как-то мне не по себе. Давай-ка обратно. Пожалуйста. Тучка, это, конечно, круто. А обычная удочка у тебя есть? Нет, Иннокентий. Я такими глупостями не занимаюсь. О, Цыпа, хочешь поиграть? Ну, давай. Эх, Цыпа, ищи шишку. Кеша, ты что? Добрый день, профессор Цыпинштейн. Могу я показать вам свой новый трансмутатор? Я учел все ваши замечания. Давайте пройдем в мою лабораторию, где я смогу продемонстрировать. Ну, нет. С меня хватит. Кеша. Лисичка? Тучка? Цыпинштейн? Какой Цыпинштейн? Кеш? Знаешь, мы тут подумали. Может, дашь нам чего-нибудь почитать? Про изобретения твои. Ну, чтобы тебе было с нами интересно. Друзья, мне и так с вами интересно. Не надо никаких книжек. Лучше пойдемте ягоды собирать. Или рыбачить. Настоящие друзья Давай, рыбка, ловись. Наконец-то! Ну, рыбина, держись. Ой! Эх, опять ерунда какая-то. Хм. А это еще что? Мороженое. Целый ящик. Вот это повезло. Привет, рыбак. Как лов? Отличный. Ну, вообще-то, одна коряга попалась. Одна коряга, говоришь? А за спиной у тебя что? Эх, ничего. Да ладно, покажи. Вау! А что внутри? Нельзя. Это еще почему? Нельзя и все. Вот вредина. Настоящие друзья так не поступают. Счастливого улова. Хм. Настоящие друзья? Да что это вообще значит? Привет, тученцы. Чего делаешь? Привет, Кеша. Ягоды собираю. Угощайся. Это я с радостью. Постой. Лучше отсюда возьми. Эти слаще. Ой, я, кажется, все съел. Для друга не жалко. Не жалко. Смотри, Соня, у меня новое платье. Какое красивое. Тоже такое хочу. Правда? Да, очень. Тогда забирай. Да ты что? А как же ты? Бери. Тебя даже больше идет. Спасибо. Ты настоящий друг. Настоящий. Настоящий. Ну вот, преобразователь кометы в конфетах готов. Так, до появления кометы осталась одна минута. Кеша, мне нужна твоя помощь. Лисичка, не отвлекай. Я на пороге величайшего открытия. Но у меня телевизор сломался. А там сейчас мой любимый мультик начнется. Эх, ну если любимый. Кеша, ты настоящий друг. Хм, похоже, я понял, как ведут себя настоящие друзья. Ха, глупость какая. Вот пусть сами себя так и ведут. Что это с тобой? Что-то горло заболело. Вот дела. Значит, к лисичке на вечеринку ты не пойдешь. Я быстро. Настоящие друзья так себя не ведут. Эх, поделился бы со всеми мороженым и не заболел бы. Сюрпиз! А как же, вечеринка? Соня сказала, что ты заболел. Мы решили, что вечеринка подождет. Да, настоящие друзья разделяют не только радости, но и трудности. Спасибо вам. Знаете, мне жутко стыдно. Я нашел ящик мороженого и съел все сам. Смотрите, у Сани голос появился. Предлагаю в честь выздоровления Сани устроить праздник. Да! Пропавший торт Вместе по лесу идут, собирают шишки, ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки, ла-ла-ла-ла. Мазила! Это я, Мазила? Не уйдешь! Ты чего? Вечеринка у лисички. Приглашаются все желающие. В конце вечеринки торт. Вход в костюмах. Круто! Значит, мы идем. Вход только в костюмах. Ты будешь делать костюм? Нет. И я нет. Хотя есть одна идейка. А теперь пришло время для торта. Ой, а где торт? Эй, лисичка, где торт? Я, между прочим, ради него всю ночь костюм делал. Он был, честно-честно. Вау, Цыпа! Клевый костюм. Не то, что это лошадь. Стоп! А где лошадь? Странно. Исчезла куда-то. Ага. Исчезла. Вместе с тортом. Так-так-так. Я здесь. Лисичка здесь. Цыпа здесь. Значит, воришка. Тучка. Я не верю. Этого не может быть. Ты плохо знаешь медведей. Ради сладкого они готовы на все. Кеша, ты же сам медведь. А я тоже готов. Всю ночь костюм делал, чтобы торт поесть. Порвемся неожиданно. Ха-ха! Попался! Это еще что? Да вот. Костюм парохода. Почти доделал. Ой. Придется заново. Тучка, вечеринка уже закончилась. Правда? Эх, не успел. Хватит заливать. Мы знаем, что ты был на вечеринке. И значит, торт стянула лошадь. Нет. Я был дома. Мой костюм лошади куда-то пропал. И мне пришлось сделать другой костюм. Парохода. Не прикидывайся, где он? Или ты его уже съел? Значит, это не ты был лошадью? Да нет. Я повесил свою лошадь вот сюда. А когда хотел надеть, ее уже не было. Ой, смотрите. Это же Санина. Сонь, ты не видела мою рогатку? Рогатку? Здрасте. Не это ищите. Это. А мы ищем наш торт. Какой еще торт? О, это же коробка от моего торта. А вот и моя лошадь. А ну, признавайся, где торт? Там. Вы его съели? Не расстраивайся, лисичка. Кажется, я знаю, кто испечет нам новый торт. Ну вот. Угощайтесь. А что, неплохо получился. Да, это все я испекла. Нет, я. Ты только мешала мне. Хм, это ты мешал. Нет, ты. Нет, ты. Лучший друг лисички. Скоро весна. Артиллерия. Артиллерия, отступаем. Ага. Попался. Попался. Тучка, а Кеша тут нет. Так не честно. Так не честно. Она тебе помогает. Но ты же сам сказал. Ждать пока понадобится моя помощь. Кеша прав. Кеша прав. Это не считается. И вообще, лучше сходи и поиграй в куклы. Или не знаю, что еще сделай. Переходим в контрнаступление. Сдавайся, тучка. Мальчишкам не нравится со мной играть. Я им только мешаю. Если бы у меня был друг, мы бы с ним играли. И ему бы никогда не было со мной скучно. Хочешь, я назову тебя Бон-Бон? Будем с тобой дружить. Ой, Бон-Бончик, что-то я с тобой засиделась. До свидания, Бон-Бончик! Штурман-тучка, поднять с паруса. Слушаюсь, капитан Иннокентий. О, лисишка! Привет, будешь с нами играть? Нам нужен Юнга. Нет, не могу. Меня ждет мой Бон-Бончик. У меня для него подарок. Кто? Что еще за Бон-Бончик? Бон-Бон – это мой лучший друг. Мне с ним весело. Все, мне пора. Пока! В этом есть какая-то тайна. А там, где есть тайна, там есть дело для медведей-следопытов. Привет, Бон-Бон! Бон-Бончик, что с тобой? Ну вот, пришла весна, и ты растаял. Помогите! Лисичка! Не бойся! Мы здесь! Медведей-следопыты не подведут! Лисичка! Держи крепко! Лисичка! Лисичка! А где твой этот Бон-Бон? Точка, Кеша! Мой Бон-Бончик не настоящий. Он растаял. Но он обязательно к нам вернется, когда снова придет зима. Ой, Цыпа! Это же настоящий цветочек! Ничего себе! Если появились цветы, значит, пришла весна! Ребята, пойдемте! Я знаю поляну, где этих цветочков должно быть видимо-невидимо! Мы наберем целый букет цветов и подарим тебе, лисичка! Какие же вы замечательные ребята! Настоящие друзья! Погода как раз для рыбалки! Тучинцы, нас ждет великий улов! Ой, это кажется лисичка! Привет, лисичка! Ты чего? Я? Камушек потеряла! Не расстраивайся! Я тебе другой найду! Какой хочешь! Синий? Зеленый? Спасибо! Но это был камень дружбы! Мне его Соня подарила! В форме сердечка! Давайте вместе поищем! Нет! Его уже не найдешь! Он в воду упал! Не плачь! Что-нибудь придумаем! Кеш, твоя подводная лодка еще плавает! Готовься к погружению! Лисичка, скоро мы вернем твой камушек дружбы! Глубина 8 метров! Как видимость? Нормальная! Отлично! Начинаю исследовать дно! Объект найден! Тучка, бери левее! Есть взять левее! Так! Сейчас мы его достанем! Ничего себе! Но это не камушек! Это даже лучше! Лисичка будет в восторге! О! Смотри! Там еще что-то мигает! Опять не то! Тучка! Да это же древний кувшин! Мы на пути к настоящим сокровищам! Полный вперед! Ну, вперед так вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лисичка! Что случилось? Я уронила в воду камень дружбы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мой камушек дружбы? Нет, кое-что получше. Выбирай. Значит, вы его не нашли? А вы хорошо осмотрели все на дне. Ну, не совсем. Да, придется вернуться. Что-то не видно Лисичкиного камушка. Да, надо чуть-чуть задать параметры объекта. Так, какой он был формы? Кажется, звездочки. Или цветочка. Нет, не то. Сердечко. Точно, сердечко. Сердечко. Готово. Звободно. Лисичка. Мы его нашли. Мой камень дружбы. Как здорово. Ура, спасибо. Вы настоящие друзья. Кеш, а что мы будем делать с сумбуком? Отдадим его в Бали в музей. Ого. Здесь сокровищ на целую выставку. Здорово. Зови на открытие. Я пирог испеку. Изобретатель чудо. Привет, Цыпа. Ты что делаешь? Стрекозу поймать не можешь? Цыпа, тебе повело. Совершенно случайно я сделал для тебя супер-ловушку стрекоз. Смотри. Так, жмем сюда. Все, Цыпа, пользуйся. Можешь меня не благодарить. Привет, Лисичка. Что делаешь? Привет, Кеша. Вот белье сушил. Лисичка, ну кто так сушит? Вот специально для тебя мое новейшее изобретение турбосушилка. Так, это сюда, это сюда. Ага, еще одно. Сколько их у тебя еще там? Все, жмем сюда. Красота. Пользуйся, Лисичка. Ну, я пошел. Здорово. Спасибо, Кеша. Привет, Сыченце. Ты что тут развлекся? Здравствуй, Иннокентий. Вот. Любуюсь листопадом. Листопадом? Это разве листопад? Па-бам! Смотри, Сыченце. Вот это листопад. Кеша, ты что делаешь? Как это что? Листопад, конечно. Немного надо доработать силу, а в остальном вроде неплохо. Да, Сыченце? Знаешь что, Кеша, настоящий листопад мне как-то больше нравится. Кеша, невозможно передать красоту природы никакими изобретениями. Вот, например, радуга. Какая красивая. Посмотри. Радуга-то, ну, да, красивая. Вот я и говорю, нельзя искусственно создать такую красоту. Да? Да ладно. Вот сейчас пойду и изобрету радужную машину. И так, представляю вашему вниманию свое последнее изобретение радуга-делательная машина. Та-дам! Ой, как здорово! Кеша, твоя радуга какая-то неправильная. Так, это настроить надо. Сейчас. Так, и так сейчас. Тут немножко подрегулируем. Так, вот. Не волнуйтесь, еще немного и все будет. Кеша, можно я уже пойду? А радугу ты нам завтра покажешь. Кеша, подожди, еще совсем чуть-чуть и вы увидите настоящую радугу. Ну, давай, работай уже. Кеша, Кеша, ух ты, вот это да! Это же, это же настоящее северное сияние. Северное сияние? Да. Не радуга? Да, я видел такое у нас на севере. Сияние? Ну, а что? Я так и хотел. Зачем нам искусственная радуга? Радуга у нас и так бывает, а вот северное сияние? Вот спасибо, Иннокетий. Ой, смотрите, звезда упала! Эх, желание не успела загадать. Кеш, ты куда? Я? Да я сейчас! Я для вас звездопадную машину быстренько изобрету! Началось это несколько дней назад. Я там одну штуку мастерил, только чего-то она потом не заработала, но это не важно. Так вот! И что? Только кусочек откусил и на место положил. Кусный, кстати, торт был, а потом смотрю! пропал! Ага, представляешь, целый кусок! Только один раз и откусил, а потом вот с этого все и началось! И с тех пор стоит только отвернуться! Бац! И еда пропадает! Вот, например, святую мультики! Представляешь, пустое совсем! Или вот еще раз было! И так постоянно! Даже как-то страшно немножко! Ведь если вся еда пропадать будет, то что же тогда есть буду? Может быть, мне пока у тебя пожить? Пока это все не прекратится! Знаешь, Кеша, у нас на севере есть одна легенда. Говорят, что в берлоге каждого медведя обязательно живет домовой. И если его чем-нибудь рассердить, то тогда он обижается и начинает делать хозяину разные палости. А-а-а! Хватит пугать! Вы сказки все это! Современная наука считает! А-а-а! Хватит пугать! Таким образом, мы с уверенностью можем доказать, что никаких домовых не существует! Но ведь еда куда-то пропадает! Ну, хорошо! Даже если это домовой, зачем ему еду брать? Раньше же не брал! Не знаю. Обиделся, наверное. Обиделся? На что? Ты посмотри, какая перлога отличная! Просторная! Светлая! Вместо зазвались просто! Понимаешь, Кеша, перлога у тебя и правда замечательная! Вот только беспорядка много! Я бы тоже обиделся! Потому что под ноги смотреть надо! Тоже мне обиделся он! Это, между прочим, не просто беспорядок! Это творческий беспорядок! Так сказать, мое нормальное состояние! Ну, может, все-таки уберемся, а? Я тебе помогу! О! Нашелся! А я уже забыл о нем! А что это? Ну, это еще, когда я инопланетян встречать готовился, чтобы сохранить этот момент для истории, по всем комнатам камеры наблюдения расставил! И что? Были инопланетяне-то, а? Да нет! Что-то не срослось у них там тогда! Заняты были! Там до сих пор и ждут! А камеры что? Так и работают? Точно! Тучка, ты гений! Сейчас при помощи современных технологий и моей невероятной предусмотрительности мы сможем увидеть нашего тормофоба! цепи! Ааааа! Вот! Вот цепа! Бандит! Но это не то! Где же этот домовой? Дальше! Теперь цепа! Мух! Ну попадется мне он! Ух! Ну, ну! Дальше! И здесь цепа! Ага! Ну вот, это все цыпины проделки А ты заладил, домовой, домовой Зато смотри, как у тебя теперь чисто и красиво Если б тут действительно домовой жил, ему бы понравилось Так я и не против, порядок это хорошо Есть где и нас кедди погонять теперь А вот тут у меня всегда печенька маковая пряталась Ну где же она, ну такая, как звездочка Ну, что? Опять цыпак? Стой! Робот-друг Так, еще одна готова Привет, тученцы! Пошли в футбол играть Я такой финт научился делать Через себя с разворотом пяткой В общем, идем скорее! Кеш, не сейчас! Мне надо с грибами разобраться Ну вот! И долго тебе еще? Думаю, до вечера До самого вечера? Ну и сиди! А я найду с кем поиграть! Ну прости! Я постараюсь побыстрее! Честно! Грибы он сушит! Ладно, ладно! Что ж, если друг не хочет с тобой играть Надо вместо него изобрести нового правильного друга Супер! Осталось его запрограммировать И у меня будет лучший на свете робот-друг Так, добавить команду Любить футбол Подтверждаю! Готово! Ну как насчет погонять мяч? Отличная идея, Иннокентий! Готово! Фух, отлично поиграли! Надо передохнуть! Передохнуть! Неизвестная команда Может быть, еще поиграем? Нет, так не пойдет! Добавить к команду Уставать и отдыхать Подтверждаю! Что-то я устал Прилягу, отдохну Ну, не молчи! Друзья обычно разговаривают Скажи что-нибудь Что-нибудь? Да нет, ты не понял Расскажи какую-нибудь историю Про удивительных животных, например, про север Неизвестная команда Так, добавить команду, рассказывать про север А что рассказывать-то? Это надо у тучки спросить Эх, ладно, обойдусь без историй Пойдем играть в пиратов Кеша, я освободился Можем поиграть Кеша, ты дома? Странно, и куда он мог деться? Кеша! Кеша! Это будет наш фрегат В моей базе данных фрегат описан по-другому А это называется плот Нет, фрегат, а я его капитан Иннокенди По прозвищу Гроза Морей Информация принята в обработку Ты тоже должен придумать себе пиратское прозвище Придумать Недоступная функция Ладно, будешь стальным черепом Нет! Вперед! К острову сокровищ! Отдать швартовые! Ты чего? Это же вода! А ты электрический! Намокнешь, сломаешься Разве не понятно? Ладно, сейчас Так, добавить команду Берешь себя Теперь можно плыть Вот он! Остров сокровищ! Там полно злобных туземцев Стальной череп Ты останешься на корабле И будешь прикрывать меня с моря А я отправлюсь за сундуком с сокровищами Информация принята Намокнешь, сломаешься Тебя надо беречь Произвожу отмену игры в пираты Возвращаюсь на базу Эй! Ты куда? Вообще-то друзей в беде не бросают Неизвестная команда Вот тебе и друг Держись, я сейчас Держись, я сейчас Как же вовремя ты подоспел Сейчас чаю выпьем Согреемся Ой, а это что? Да так Хотел сделать твоего робота-двойника Но понял, что настоящего друга Никто не заменит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!